Семинар 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 Кольца P от Z. Это будет максимальный идеал, и можно рассмотреть локализацию относительно максимального идеала. И, значит, это будет под кольцо, оно большее, чем Z. И это под кольцо является так называемым кольцом дискретного нормирования. Что это такое? Вот любое рациональное число можно представить в виде плюс-минус P в степени некоторое целое число и M, деленное на N, где M и N не делятся на P. P не делит MN. И тогда, значит, нормой или P-нормой этого числа, P от R, объявляют P в степени минус K. Ну и, в частности, если, там, скажем, R целое число и делится на большую степень P, то, значит, его норма приближается к нулю. Приближается к нулю. Значит, эта норма позволяет определить, скажем, структуру метрического пространства на Q. И есть стандартная процедура в математике пополнения метрического пространства. Значит, если мы пополним Q относительно метрики, определенной этой нормой, то получим поле, которое называется поле поэтических чисел. Поле поэтических чисел. Ну и, значит, это поле было введено немецким математиком Гензелем в конце XIX века. И впоследствии, значит, оно стало одним из таких орудий в руках специалистов по теории чисел, которое позволяло, значит, достаточно успешно использовать сам факт, значит, того, что Q от P – это есть некоторое расширение, некоторое пополнение полирациональных чисел, и оказалось, что работать в этом поле, ну, скажем, решать диафантовую систему уравнений или уравнений и неравенств, в этом поле оказалось проще, чем в поле рациональных чисел, и поэтому те вопросы, которые, скажем, не решались для рациональных или для целых чисел. Да, соответствующее пополнение, значит, под кольца – это кольцо целых периодических чисел. Ну и, в частности, сам факт вот таких вложений дает некоторые, ну, необходимые условия для разрешимости системы диафантовых уравнений. Если мы ищем, там, обсуждаем вопрос о разрешимости системы диафантовых уравнений, скажем, в целых числах, и обнаруживаем, что оно неразрешимо в поэдических числах, то ясно, что оно неразрешимо и в целых числах, потому что это больший класс. А как я уже объяснил, вопрос о разрешимости системы диафантовых уравнений в поэдических числах оказался проще. Ну и нужно сказать, что слово «проще» имеет и точный математический смысл. Вот в 65-м году мне и независимо двум американским математикам Максу и Кочину удалось доказать, что для любого «п» поле поэдических чисел, кольцо целых поэдических чисел имеет так называемую разрешимую элементарную теорию. То есть есть алгоритм, который на любой вопрос о свойствах этого поля или кольца, который формулируется на языке логики, на языке исчисления предикатов, значит, алгоритм дает ответ, верно это свойство или неверно. Так что вот алгоритмически разрешимы любые вопросы, которые можно задать, ну в частности вопросы разрешимости системы уравнений и неравен, скажем, значит, он, это проблема алгоритмически разрешима. В то время как для полирациональных чисел, значит, ну элементарная теория, по крайней мере, неразрешима, элементарная, значит, вопросы разрешимости диафантов уравнений над кольцом целых чисел, это знаменитая десятая проблема Гильберта, которая, как в 1970 году доказал Матий Сеевич, она алгоритмически неразрешима. То есть нет алгоритма, который позволял бы отвечать для системы целочисленных уравнений и неравенства, даже просто одного уравнения на самом деле, имеет ли оно целое решение, значит, алгоритмически неразрешима. В то время как для полипеодических чисел, для кольца целых периодических чисел эти вопросы разрешимы, более того, они разрешимы равномерно над П, в частности, можно решить вопрос, разрешима ли, значит, там, система уравнений с целыми коэффициентами во всех кольцах периодических чисел. Ну, в частности, из сопоставления разрешимости и неразрешимости сразу вытекает факт, который теоретикой числовикам, конечно, был известен, о том, что есть, там, скажем, многочлен целочисленный, который имеет для любого П, значит, корни, но не имеет целые периодические, значит, корни, и имеет вещественные корни, но не имеет, значит, целочисленных корней, то есть несправедлив в случае, когда для, иногда есть такая ситуация, значит, что для некоторых уравнений имеет место, вот, локально-глобальный принцип, так называемый, что, значит, уравнение разрешимо в целых числах, тогда и только тогда, когда оно разрешимо в поэдических и вещественных. Такие свойства называют свойством Хассе, и, вот, скажем, для квадратичных уравнений, вот, значит, принцип Хассе имеет место, а вообще говоря, это не так. Ну, поскольку, как бы, вот, у нас этих П бесконечно много, то можно себе, можно подумать о том, нельзя ли как-то их все вместе собрать, тоже сконструировать объект, который бы в себе сочетал все эти, значит, хорошие свойства, но и, как бы, были представители всех этих ZP. Ну, в частности, значит, одно из таких предложений, одно из реализаций этого, ну, для специальной задачи, а именно для глобальной теории, глобальной теории полей и классов, французский математик Клод Шевале ввел в рассмотрение так называемое кольцо Аделий. Значит, кольцо Аделий определяется таким образом, это прямое произведение поле вещественных чисел и, значит, ограниченное произведение полей поэридических чисел. Ну, ограниченность понимается следующим образом. Это под кольцо прямого произведения, состоящее из тех объектов прямого произведения, что для почти всех P, значит, соответствующая компонента, является целым поэридическим числом. Для почти всех означает, что для всех, кроме конечного числа элементов. Значит, это есть кольцо, кольцо Аделий, и группа обратимых элементов называется группой Иделий. Ну, и вот в терминах, значит, группы Иделий и формулируется глобальная теория полей и классов. Но нужно сказать, что как бы для других вот таких арифметических целей нельзя сказать, что кольцо Аделий как-то использовалось вот таким, ну, другим образом. То есть, я не знаю, ну, это не совсем так, ладно, не буду, значит, обманывать, да, ну, вернее, быть не точным. Но, тем не менее, на самом деле, значит, есть там определение кольца Аделий для алгебраических групп, там, и так далее, и так далее. Но я бы сказал, что вот для, как бы для диафантовых уравнений, на самом деле, значит, кольцо Аделий не сильно использовалось, потому что оно приспособлено для других целей. И из самого определения видно, что оно весьма далеко от того, чтобы быть полем или областью целостности, то есть кольцом без делителей нуля. Слишком много здесь делителей нуля, и реально, так сказать, приложение имеет как раз, значит, обратимые элементы. Ну вот, теперь, значит, вот вопрос, который, ну, вот я как бы задаю, он состоит в следующем. А вот нельзя ли, значит, в некотором смысле пополнить само кольцо Z, значит, здесь мы поле поэдических чисел получили, пополняя, значит, вот кольцо нормирования, связанное с P, а вот нет ли разумного способа пополнения Z так, чтобы мы получили хороший объект, ну, такой, в некотором смысле такой же хороший, как и кольцо целых поэдических чисел, а его поле частных, там было бы, значит, вот соответствующим хорошим полем. Ну, и, значит, оказывается, что, если ограни... что... на самом деле можно предложить, можно найти такое расширение, и вот сейчас я как бы расскажу определенную идеологию. Вот поле поэдических чисел мы получили как пополнение, ну, вот как классическую конструкцию, которая встречается всюду в математике, пополнение там топологического пространства, пополнение метрического пространства, а пополнение все состоят в том, что, ну, как бы добавляются все возможные разумным образом, так сказать, определенные элементы, которые есть, и... ну, вот получаем, получаем то, что нужно. А, значит, как быть здесь? Здесь нет такой единой разумной топологии. Известна теорема Пантрягина о том, что, скажем, поле Ку имеет... имеет... ну, вот все топологии поля, именно как полевые топологии, это вот такие поэдические топологии и вещественные, и, так сказать, топология, определяемая вложением Ку в вещественные числа. Так что других тут топологий нет, поэтому топология нам не поможет для того, чтобы здесь что-то сделать. Но есть другой путь, который, вот, который подсказывает математическая логика. И я, значит, пару определений введу. А вот заразе ставьте задачу, какими свойствами должна обознать это пополнение? Ну, на самом... Или вы говорите, что призма была ширина? Ну, я сейчас объясню, что я хотел к этому перейти. Вот, когда Гензель ввел поле поэдических чисел, то наиболее рабочим инструментом оказалось, который позволяет практически все вопросы решать, оказалась так называемая лемма Гензеля. Вот она, потому и лемма Гензеля, что она была доказана для полей поэдических чисел. Ну, и оказалось, что, вот, когда я сказал о том, что разрешима элементарная теория поэдических чисел, то вот в системе аксиом, как говорится, этого поля, на самом деле, вот, то, что нормирование является Гензелью, удовлетворяет Лемме Гензеля, я потом вернусь к более точному определению, является как бы самым главным. Есть очевидные там аксиомы, а это, ну, тоже как бы она напрашивающаяся, но вот рабочим инструментом является лемма Гензеля. Поэтому моя задача состояла в том, что нельзя ли понять, как свойство Гензеля вести может быть обобщено не только для колец нормирования. Вот более точно, на самом деле, вопрос мой формулируется... Да, да, вот именно это. И поэтому я сейчас... Да, ну, как бы самое время определить, что такое, значит, лемма Гензеля. Вот кольцо целых поэдических чисел имеет единственный максимальный идеал, оно является, значит, локальным кольцом, фактор поля по этому максимальному идеалу, это и есть конечное поле из P элементов. И Лемма Гензеля гласит следующее, что если у нас есть унитарный многочлен с коэффициентами в ZP, такой, что если мы перейдем к его образу в поле вычетов, это называется полем вычетов, и этот многочлен имеет простой корень, то этот корень можно поднять, значит, найти соответствующий поэдический корень исходного уравнения, такой, что его факторизация и есть корень соответствующего уравнения. Значит, то есть для того, чтобы решать, значит, находить корни здесь, при некоторых условиях достаточно перейти к совсем конечному полю и там понять, если там есть простой корень, то уже это гарантирует это. И вот это свойство Лемма Гензеля на самом деле является вот таким замечательным орудием, и, значит, что и определяет, значит, эффективность работы с полем поэдических чисел. Ну и поэтому вопрос состоял в том, что, да, вот, а я хочу что-то вместо вот этого кольца, которое есть, значит, кольцо дискретного нормирования, обратиться к кольцу Z. Здесь, как бы, Лему Гензеля даже трудно себе представить, потому что здесь много максимальных идеалов, здесь нет единственного максимального идеала, поэтому не очень ясно. А, значит, идея состоит в следующем. Нельзя ли сформулировать какое-то, ну, может быть, структурное свойство, значит, колец, которое характеризует гензелевость среди колец нормирования, но которое, вообще говоря, может, так сказать, быть справедливым и в других обстоятельствах, так бы я сказал. Так вот, ситуация следующая. Значит, я сформулировал, что такое Лемма Гензеля, теперь, значит, я хочу все-таки напомнить некоторое общее определение. Пусть у нас есть кольцо, значит, есть поле F в общей ситуации, и его подкольцо, значит, оно, это подкольцо называется кольцом нормирования, это уже общее определение, значит, кольцо нормирования, если выполнено следующее условие. Для любого ненулевого элемента справедливо следующее. Либо А принадлежит R, либо А в минус 1 принадлежит R. Ну, это такая довольно абстрактная вещь, но из него сразу вытекает, что это локальное кольцо, что там, значит, есть единственный максимальный идеал, значит, единственный максимальный идеал. Можно, значит, фактор по максимальному идеалу называется полем вычетов, поле вычетов кольца нормирования R. Ну, и есть нормирование, отображение VR, мультипликативные группы поля F, в некоторую линейно упорядоченную абелевую группу гамма-R, которая, ну, вот структура этого кольца определяется таким образом. Алгебраическая группа – это, значит, фактор группа по подгруппе обратимых элементов кольца R, а, значит, линейный порядок задается позитивным конусом, это образ R минус 0, вот туда, значит, значит, это линейно упорядоченная абелева группа, ну, и больше я не буду говорить, это, в общем, не так уже существенно. Теперь, значит, пусть мы имеем два кольца нормирования, или более точное, буду писать, чтобы... Значит, нормированным полем я буду называть пару поля и его кольцо нормирования. Если у нас имеется другое нормированное поле, то есть еще одно поле, еще его кольцо нормирования, то я буду писать вот таким образом, что это есть расширение этого. Если F есть под поле F', а R' и R связаны таким соотношением. Ограничение R' на F равняется R. Равняется R. Так вот, если у нас имеется расширение нормированных полей, то вот это расширение индуцирует естественным образом вложение поля вычетов F' в поле вычетов F' и вложение групп нормирования. Гамма R, гамма R'. Ну, не буду давать точно... Самым естественным образом, на самом деле, это обратимые элементы, единицы. Единицы R, обратимые элементы. Так вот, расширение нормированных полей называется непосредственным. Значит, это расширение называется непосредственным. Если... Вот здесь имеют место равенства. То есть это такое расширение, что поля вычетов не расширяются, и группы нормирования не расширяются. Сами кольца могут быть больше, а вот поля вычетов и группы нормирования не расширяются. А? Не расслышал. Нет, не совсем так, потому что у неразветвлённых поля вычетов может расширяться. Неразветвлённость означает, что группы не меняются. Хорошо. Значит, вот понятие непосредственного расширения. А теперь одно понятие из логики. Понятие Е-расширение или один расширение. Ну вот, если у нас есть там, скажем, поле, одно содержится в другом, это расширение называется один расширением. Значит, если выполнено следующее условие. Если любое экзистенциальное предложение, то есть, вернее, формула... Ну, не важно. Расширение в случае полей. Это называется один расширением, и ставится здесь единичка. Если выполнить следующее условие. Любая система равенств и неравенств полиномов с коэффициентами из f, если имеет решение в f-штрих, то она имеет решение и в f. Если там нет новых решений. А? В f-штрих нет новых решений. Нет, новые могут быть, а если нет уравнений неразрешимых здесь, но разрешимых здесь, вот это было бы точно. А решений может быть больше. Итак, значит, один расширение, если любая система уравнений неравенств, разрешимая здесь, разрешимая здесь. Значит, вот такое понятие. Это одна перемена квантеров. Е, Е, вот Е. А? Вот я почему-то вас... Неравенство? Ну, p от x не равно к от x. Где p и q многочлены. Ну, на самом деле, ну, если, скажем, у нас нормированные поля, то там более хитрая вещь, вещь, там еще требование, чтобы там решения лежали в кольце R или не лежали в кольце R. Ну, те, кто логику знает, это значит, E-формула с коэффициентами V, если она истина здесь, то она истина здесь. Вот это, значит, называется один расширение. Ну, и вот сейчас... Следующая ситуация. Предположим, что у нас имеется некоторый класс объектов, ну, например, класс полей. И для этого класса полей выделена некоторая система расширений. То есть, не всякое расширение как бы нас интересует. Ну, например, расширение... ну, F, давайте жирно напишем. Пусть есть класс полей и некоторый класс расширений. То есть, если это имеет место, то F действительно подполье F', но, быть может, и еще какие-то условия. Ну, например, это может означать, что F алгебраически замктов F' или F' сепарабельно на DF. Разные условия, значит, можно формулировать. Так вот, если у нас задан класс и задано вот такое транзитивное отношение, которое, ну, как бы более сильного отношения вложения, то объект в F называется E замкнутым или экзистенциально замкнутым. Но уж я не буду язык ломать. Значит, F здесь E замкнут. Если справедливо, следующее. Как только F' расширяет F, то обязательно это есть один расширение. Это есть один расширение. Ну, это вот такое очень абстрактное понятие. Приведу просто пример. Пусть F класс всех полей, а это просто отношение расширения. Тогда E замкнутыми являются в точности алгебраически замкнутые поля. Раз. Если, значит, F' на DF, это вот это расширение, означает, что это сепарабельное расширение, то есть линейно разделено с чисто несепарабельным расширением, то E замкнутые – это в точности сепарабельно замкнутые поля. Если это есть регулярные расширения, то E замкнутые – это в точности то, что на Западе называют псевдоалгебраически замкнутые поля. я называю регулярно замкнутыми по понятной вот здесь причине. Ну и так далее. То есть на этом пути, варьируя, скажем, это отношение, можно находить достаточно интересные классы объектов. Так вот, у нас есть понятие непосредственного расширения, и рассмотрим класс нормированных полей с вот таким отношением, что означает непосредственность отношений. Непосредственное расширение. Что будет E замкнутыми, значит, нормированными полями? Ну, если ограничить себя там полями характеристики ноля, еще кое-что добавить, то это в точности гензелевы поля, то есть те, которые удовлетворяют лемме гензеле. Причем в этом определении, как вы видите, ни о каких решениях уравней, нет, кое-какие есть, поскольку понятие один расширение здесь фигурирует, но специфика какой-то там леммы гензеля там просто нет, просто нет ее. Так вот, другой взгляд на понятие гензелевости. Значит, нормированное поле является гензелевым, но при некоторых ограничениях, все, что я буду говорить при некоторых разумных ограничениях, предполагает, этот объект является гензелевым нормированием тогда и только тогда, когда он е замкнут в системе нормированных полей с непосредственными расширениями. И, значит, вот это как бы путеводная звезда, которая, если мы, скажем, для класса дидекиндовых колец, вот Z и полеалгебраических чисел, это вот примеры дидекиндовых колец, значит, а там, я должен сказать, определить понятие непосредственного расширения достаточно просто, и я это сделаю, поэтому поэтому у нас как бы открывается некоторая дорога для попытки того, чтобы рассмотреть вот е замкнутые объекты в этом и понять, во-первых, какими свойствами они обладают и можно ли что-то хорошего и сказать. Но более точно, давайте я все-таки перейду к следующему шагу. Вот еще раз повторяю, что главное наблюдение, которое позволяет сделать шаг дальше, состоит в том, что на Гензелевость можно взглянуть значит, как на е замкнутые объекты в подходящем классе нормированных полей с отношениями с непосредственными расширениями. Значит, если мы сумеем правильно определить соответствующие понятия в более широкой ситуации, то мы могли бы надеяться, что, может, мы что-то хорошее и получим. Итак, что такое, напоминаю, что такое дедекиндово кольцо? Дедекиндово кольцо это значит, кольцо коммутативное с единицей без делителей нуля, такое, что для любого максимального идеала первое, для любого максимального идеала я буду писать mspec.r кольцо частных локализации является кольцом дискретного нормирования. ну, это в точности означает, что на самом деле максимальный идеал здесь определяется одним элементом, а все идеалы этого кольца это степь степени а, и тогда можно как бы определить нормирование, а нормой будет значение в z, в кольце целых чисел. и второе, что для любого ненулевого элемента поля f, а поле f поле частных ненулевого следует, что a не принадлежит давайте для r более просто a не принадлежит m для почти всех для почти всех m есть много разных эквивалентных определений понятия значит понятия дидекиндом кольца это одно одно из них и здесь оно наиболее удобно для моих дальнейших целей. Ну и теперь если у нас имеется расширение дидекиндовых колец, пусть это дидекиндовые кольца, мы назовем это расширение непосредственным значит это непосредственное расширение если выполнены следующие условия для любого максимального идеала большего кольца м штрих пересечений сэр тоже максимальный идеал это первое условие второе для любого м из м спек существует единственный м штрих ну который поднимается такой что им штрих пересечении сэр равняется н то есть на самом деле вот эта процедура ограничения пересечения с меньшим даю устанавливать взаимно однозначное за взаимно однозначное соответствие между максимальными идеалами р и р штрих ну и третье это непосредственность что для любого м штрих мы имеем расширение р м штрих пересечении сэр их штрих значит требуется чтобы это расшире а это уже а это уже кольца нормирований значит для них мы знаем что такое непосредственное расширение вот требуется чтобы для любого м штрих вот это расширение колец нормирования было непосредственно ну и это понятие довольно хорошо работает но для того чтобы найти интересный класс значит где это все применимо приходится ограничивать себя значит кое кое чем а именно значит соответствующие замкнутые объекты вот в классе непосредственных расширений для дидикиндовых колец хорошо работает если мы ограничим себя только счетными дидикиндовыми кольцами но я сейчас поступлю еще по-другому я дам сейчас еще одно другое определение которое ну как бы в явном виде понятия непосредственного расширения не будет но она на самом деле эквивалентно я почему привел это потому что она значит дает нам мостик как говорится гензеле вести а сейчас я сделаю мостик с классическими объектами и вот как мы будем делать теперь я начну сразу чуть более общей ситуации не с поля рациональных чисел с поле алгебраических чисел пусть у нас там тель скажем поле алгебраических чисел то есть конечное расширение поле рациональных чисел и для него тоже определяется кольцо аделий я не буду кольцо аделий от л на самом деле формально она может быть определено очень легко значит я определил кольцо аделий для куб единственное что я не объяснил что ку естественным образом вкладывается сюда как диагональным способом сюда вкладывается так что значит это есть q алгебра так вот а или на самом деле можно определить как тензорное произведение кольца аделий от q на d l тоже q алгебра значит вот если взять тензорное произведение то это вот будет кольцо аделий и теперь я рассматриваю вот какой любопытный любопытную систему пусть с это множество ф ф есть под поле кольца аделий под поле счетное который содержит или то есть содержит эту диагональ то есть я рассматриваю все под все под поля содержащие диагонали ну счетные даже любопытно на самом деле их достаточно много и достаточно много и вот если я рассматриваю совокупность всех этих счетных под полей с обычным отношением включения не изоморфного они просто под объекта одного фиксированного кольца между ними есть отношение включения или нет я рассматриваю все счетные под поля содержащие диагональ с отношением включения так вот теперь я в этом классе в этом классе беру я замкнутые объекты где замкнутые и замкнутые объекты вот в этой системе значит я называю удивительными называются удивительными расширениями поля и возникает много разных вопросов во первых есть ли такие здесь я замкнутые вопрос о существовании замкнутых объектов на самом деле довольно простой дело в том что есть достаточно простая процедура которая гласит следующим образом если у нас имеется ну вот скажем такая система которая является индуктивной то есть если у нас есть цепочка вложенная то их объединение тоже лежит здесь то тогда есть любой любой объект вкладывается в е замкнутый то есть вопрос существования решается просто вопрос единственности значит решается отрицательно то есть я замкнутых много так что с точки зрения единственность как с точностью до изоморфизма ответ отрицательный а вот с точки зрения какими свойствами они обладают на самом деле мы имеем очень хорошую ситуацию и справедливый вот следующее следующее свойство первое если с 0 и f1 удивительные расширения то они элементарно эквивалентный на дель то есть любая формула с 0 любое предложение с коэффициентами зель если она истина в f0 она истина в f1 то есть . то есть они обладают с точки свой среди с точки зрения свойств которые можно сформулировать на языке теории полей значит они неразличимы в том числе свойства которые используют коэффициенты и зель значит они неразличим второе если та же самая ситуация но f0 содержится в f1 то есть это тоже удивительные расширения но одно из них то это расширение является так называемым элементарным расширением а именно значит любая формула любое предложение с коэффициентами из f0 если она есть она истина в f0 тогда и только то когда она истина в f1 то есть очень сильное свойство сохраняющиеся ну и третье что теория класса удивительных расширений а в силу этого можно сказать что она только одно с точки то есть это полная теория в теории удивительных расширений имеет разрешимую теорию разрешимую теорию это означает также как случае полипоэдических чисел что есть алгоритм который для любого элементарного свойства записанное на этом языке дает ответ справедливо но в этом удивительном расширении или нет то есть на все вопросы можно отвечать таким образом ну а можно много чего говорить на самом деле вот если в качестве берется кул то есть удивительное расширение поле рациональных чисел то все теории периодических чисел там естественным образом лежат равномерно ну и я так скажу что да здесь справедливо или нет да вот есть единый алгоритм который про любое свойство значит вот этого расширения отвечает на вопрос она истина или нет ну здесь здесь имеется еще естественное под кольцо состоящие из тех элементов из тех одели у которых все координаты целые так вот это r является естественным расширением значит полец кольца целых чисел r ну и и в некотором смысле вот как я уже объяснил на самом деле является аналогом гензилизации вот это я прямо не 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 сопоставил две вот этих вещей но на самом деле это одно и то же просто по-разному сказано вот тем кто может быть более предпочитает более конкретную вещь что вот это определение более понятно значит если нет то вернее кто а вот такое любит то значит если мы начинаем с кольца целых чисел поля или и рассматриваем его непосредственное расширение счетные то на самом деле они нам в точность их поля частных значит будут иметь вложение сюда и являются объектами здесь то есть на самом деле это два эквивалентных определения это подсказывает нам что мы ровно так же так сказать определили этот класс объектов как и случае с гензелевостью а этот показывает что ну вот это определение на самом деле могло бы быть нахождение подходящих под полей кольца одели с хорошими свойствами с уникальными свойствами однозначно определяющими поля его можно в принципе можно было бы найти во времена шевале наверно ну и кроме этих фактов я могу сказать следующее что вот как я уже говорил шевале ввел кольца одели и соответствующие группы и деле для того чтобы сформулировать глобальную теорию полей классов но оказывается что вместо значит кольца одели можно рассматривать удивительное расширение значит вместо группы и деле мультипликативную группу отсюда и все все те же свойства все что здесь есть значит на самом деле можно теорию полей классов по крайней мере для полей алгебраических чисел определять в терминах вот этих удивительных расширений так сказать в принципе забыв о том что вот при этом определение мы использовали кольцо одели а вот при этом на самом деле мы не использовали и здесь все что нужно но теперь в оставшееся время я просто объясню какие главные свойства вот этих не замкнутых объектов на самом деле есть есть два свойства они похожи между собой но как я объяснил что для гензелевых колец нормированием главным свойством является гензелевость то есть вот справедливость леммы гензеля так и здесь на самом деле есть два два свойства которые которые в определенной мере практически характеризуют ну то есть они являются общими для всех различаются для разных l только вот так сказать своей спецификой так вот прежде чем формулировать это значит для каждого кольца нормирования есть наименьшее непосредственное расширение которое значит удовлетворяет лемме гензеля это называется гензилизацией ну это вот некоторые факты алгебраические которые легко устанавливать мы для соответствующего поля значит а шефа тер я буду обозначать поле частных этой этой гензилизации так вот главное свойство которым обладают я замкнутые системы вот здесь или удивительное расширение это локально глобальный арифметический принцип формулируется он следующим образом значит и так если у нас есть поле с и в нем выделено вот это под кольцо а я уже объяснил вот кольцо кольцо целых этого удивительного расширения да теперь я название доклада кратно нормированные поля пока я не слова кратно нормированные не говорил да так вот на самом деле кратно нормированные поля это если нормированное поле это поле f вместе с кольцом прюферовым значит или вот мы здесь с работаем только с дидекиндом с дидекиндом под кольцом а значит такие значит кольца определяют целое семейство колец нормирования вот локализации как я уже объяснял значит w от r это локализации r относительно максимальных идеалов а ну плюферово кольцо это такое что для любого m вот это а темп кольцо нормирования поэтому значит вот этот объект я и называю кратно нормированным полем r кодирует целое семейство колец нормирования когда r само кольцо нормирование то эти месяцы состоит из 1 r если f q r z то это вот все локализации относительно п различных так вот значит это кратно нормированное поле она удовлетворяет локально глобальному арифметическому принципу если справедливо следующая вещь для любого афинного вполне неприводимого афинного многообразия определенного надев если в имеет простые аж р м рациональные точки имеет простую рациональную точку для любого максимального идеала то вы имеет простую р рациональную точку ну вот локально глобальный понятно значит условия существования глобальной точки формулируется в терминах существования локальных точек арифметично слово арифметически здесь связано с тем что мы говорим о точке не в поле а в под кольце связаны с арифметикой ну а значит локальные условия разрешимости вот если в гензилизации каждой локализации имеется простая рациональная точка то имеется и простая рациональная точка на самом деле от из этого сразу легко следует что таких простых рациональных точек значит много то есть они по-заристскому плотные среди всех рациональных . и вот это значит одно из важнейших свойств вот этих удивительных расширений ну а второе свойство оно называется свойство максимальности но которое я переформулирую в похожем похожем виде свойство м максимальности он звучит следующим образом что любой неприводимый многочлен от одной переменной имеющий рациональные точки в гензилизации имеющих корни ашер для всех является линейным ну по-другому это на самом деле можно сформулировать следующим образом вот в терминах непосредственных там расширений как я говорил значит свойство максимальности означает что нет собственных собственных алгебраических непосредственных расширений но она выглядит тоже как некоторый локальный глобальный принцип что сунет неприводимого многочлена который бы имел корни во всех во всех гензилизации во всех локализации и гензилизации так вот это два самых главных свойства которые на самом деле вот гарантирует вот эти важнейшие свойства о том что значит любые два поля с такими с таким свойством элементарные эквивалентные если они еще вложены то есть вложение значит элементарно ну разрешимость теории на самом деле следует во многом из того что я уже сказал но из одного в общем-то нетривиального факта состоящего в том что вот из определения вот этого локально глобального арифметического принципа совершенно не очевидно что это элементарное свойство то есть что его можно записать в виде системы формул языка первого порядка я должен сказать что вот сам факт обнаружение того что это свойство является элементарным для определенного класса колец он тоже потребовал на час соответствующих там усилий после этого ну а после того как мы знаем как записать все это то тогда у нас грубо говоря есть способ значит эффективного выписывания системы аксиом для удивительно для поля значит для рациональных чисел а вот в этой книжке которую значит я благодарен ученому совету стекловского института она выдвигалась на государственную премию была здесь на обсуждении вот в ней содержится куда более общая теория на нормированных полей вот удовлетворяющих этим двум принципам на самом деле то что я сказал это есть применение вот достаточно классическому объекту а сама ситуация вот сама теория изложена здесь ну а я в германии рассказывал про это меня спросили вот для полей для обратная теория обратная проблема теории галуа вот для куни неизвестно то есть можно ли всякую конечную группу реализовать как группу галуа подходящего расширения галуа над ка они говорят а здесь как ну вот здесь могу ответить здесь ответ положителен вот для удивительных расширений любая любая конечная группа реализуется как группа галуа подходящего значит алгебраического расширения значит это связано с тем что если кратно нормированное поле удовлетворяет локально глобальному принципу то вот группа галуа с выделенными подгруппами соответствующими группам разложения вот этих локальности которые есть обладает некоторым свойством проективности это уже чисто групповое такое свойство вот который позволяет доказать соответствующую тяре ну вот я пожалуй на этом кончу спасибо есть вопросы нет трудно сказать на самом деле вот периодически получаются как бы пополнением добавлением всех всех точек здесь ну как бы равна мы добавляем если в обратном порядке говорить то значит на самом деле справедливо следующая теорема если у нас есть счетное подполье вот здесь и есть многообразие которая значит удовлетворяет вот этим условиям то есть имеет локально хорошую рациональную точку то и то справедливо следующая вещь вот f вложено сюда мы имеем поле рациональных функций так вот на самом деле мы можем изоморфно вложить это поле рациональных чисел в поле кольцо одели вот это на самом деле главное алгебраическое свойство поэтому мы не можем по одному по этом пополнять мы должны действовать равномерно мы мы добавляем грубо говоря общие точки многообразие которые локально имеют хорошие локальные имеют рациональную точку этого не простого примера нет на самом деле это да да нет это да это не просто не просто и как бы в этом есть действительно как бы проблема восприятие самого этого объекта но я как логик могу сказать что вот когда мы говорим там опал о пополнении пространства то все уже к этому привыкли как будто понимают что это такое но если честно сказать вот то мы просто так я говорю часто что понять это привыкнуть на самом деле так вот мы привыкли к этому а там все теоретика множественные проблемы лежат вот поговорить с николай александр чем шаниным он вам объяснить что что такое пополнение топологического пространства это никто не может понять поэтому я бы так сказал это аналог пополнения но он похож вот и скажем поле есть его алгебраические замыкания но состоит в добавлении как конструктивно можно себе представить как добавлен добавление корней уравнений от одной переменной вот а здесь добавление общих точек многообразие локально имеющих локальное разрешение вот но если в поле если в алгебраическом замыкании то можно доказать теорему о том что два алгебраических замыканий и заморфны но там корни от уравнения от одной переменной там жизнь проще а здесь не проще и поэтому если ты значит добавил это добавил одно вложение то она делает запрет для другого вот то есть они вот разветвляются они даже нету у двух значит может не быть общего то есть они вот строятся вот таким образом но важно что любое значит поле рациональных функций многообразия локально разрешимого она туда вкладывается не существует я хочу я хочу значит объяснить следующую ведь во первых само поле или алгебраически замкнута по то есть удивительное расширение не содержит ни одного алгебраического элемента отличного или или внутрь в нем значит алгебраически замкнута это раз во вторых поскольку это вкладывается сюда то проектируя на п на самом деле мы имеем фиксированные вложения в купе для любого п то есть это на самом деле это подполя купе собраны некоторым специфическим образом и поэтому каждое удивительное лежит во всех купе она лежит во всех купе вот это вложено проекции поскольку это поле то она изоморфно вкладывается значит вот это вложение дает нам изоморфное вложение в код п то есть это общее подполье всех купе ну таких в принципе много но вот если их правильно выбирать что ну он сейчас считаю что как бы ранний конструктивизм слишком тоже не понятие но сейчас супер конструктивисты потому что андрей ардеевич марков отказывался от своих замечательных результатов классической нет но это шанин говорят написал заявление в акт у него по топологии была докторская диссертация ну ну история красивая и а понятно а он не сделал нет ни одно убеждение он потом получил ну вот я еще сказал что на самом деле вот я думаю что изложение скажем вот глобальной теории полей классов он вполне могло бы идти этим путем потому что значит вот кольцо одели все таки объект теории полей классов про поля что-то говорит а это нечто весьма далекое от полей нисколько не более громоздко не более громоздко так еще вопрос я совсем прагматический вопрос там пользуясь случаем вот вопрос я уж напишу да на вопрос такой алгоритический значимый сумма n пакториал n от нуля до бесконечности не равно нулю пупая это задача алгоритический разрешено ну так как формулируется это не элементарный вопрос вот можно установить это 0 0 я думаю что можно установить я сейчас ответ не могу сказать но думаю что это может не дает мне покоя хорошо я шикхофу задавал два года назад он обещал подумать ну я с я сам подумаю ну понятно нет ну вот я как бы самое тривиальное замечание состоит в том что ну вот бесконечность суммы означает что это не формулируется по крайней мере в данном виде не формулируется как утверждение в логике ну в элементарной логике то есть в языке да слишком много н вот но нет ну я думаю что на самом деле есть более известные оценки политических норм и на факториала поэтому я думаю что это это более-менее известны может быть может быть поскольку здесь есть бесконечность и и слагаемые слишком большие вот хотя с точки зрения поэдических они не такие уж большие не нет вопрос корректные спасибо